Хорошо. Добрый вечер, Эм. Добрый вечер. Вот книги Роботшова «Наша пятнадцатая глоба» и сейчас у нас пятый абзац. Я хочу обратить внимание, то есть, может быть, я не до конца или неправильно понимаю наш абзац, но даже если это так, мы сможем выучить что-то очень интересное по ходу. Ну, а теперь я очень рад опять от того, что все присоединились с нами. И мы продолжаем. Итак. Смеш-текст. 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 Давайте посмотрим на наш перевод. Углубление в его корень приносит венец всей мудрости. И для сохранения смирения, для его проникновения во все уголки души необходимо качество мужества. Внешний почет, идущий от общества, укрепляет основу мужества, чтобы оно могло выйти в ясности своей чистоты после того, как очистится от нечистоты горды. Как мне кажется, речь идет о уважаемым человеке, которого общество считает святым, уважаемым и так далее. Что рам говорит для такого человека? Важная святый человек не должна ослаблять сознание из-за требований, которые он предъявляет к себе. Но не должен опускать руки, буквально, да, в отношении требований, которые он предъявляет к себе. Требования, которые человек предъявляет к себе. Это, безусловно, основа человека. Это классика, конечно. Чтобы стать лучше, я должен от себя требовать. Ну, это понятно. Ведущего к покаянию, ведущего к возвышению, спасающего отдельного человека весь мир в целом. Ну, Рав говорит, что то, что людям кажется, или это действительно так, люди считают, что ты у нас важный, выдающийся человек. Это не должно тебя восстанавливать от того, чтобы ты продолжал от себя требовать. Окей. Однако, эта важность должна пробудить качество смирения во всей его полноте. А вот это уже интересно. Как мы обычно смотрим? Как я обычно вижу? Не нужно обращать внимание на то, что люди там тебя считают важным человеком. Наоборот, нужно считать себя ничего не стоящим и так далее. Не нужно обращать внимание на эту важность, которая внешняя. Подход Рава, он совсем не такой. Важность в глазах людей, в глазах общества должна пробуждать качество смирения. То есть, во-первых, то, что я важен в глазах людей, это не плохо, а хорошо. Да, понятно, если это важность нормальная, настоящая и так далее, но действительно есть важность, да, святость человека. Это хорошо. Почему? Потому что по-нормальному я должна пробуждать качество смирения. Оставим это по колесу и продвинемся дальше. Качество смирения во всей его полноте, поскольку углубление в его корень превратит венец всей мудрости. Ну, это немножко проще. Углубление в корень скромности, а на ва, не скромность, было еще другое слово, не помню какое. Смирение, да, смирение, отлично. Смирение, вот его перевод он лучше даже, да. Должна пробуждать качество смирения во всей его полноте, поскольку углубление в его корень превратит венец всей мудрости. Почему смирение приносит мудрость, это понятно, это классик. Потому что когда я тут самый важный и самый, да, то понятно, я что-то пропущу. А когда я немножко смиряю себя и свою бесконечную мудрость, то я могу еще научиться у всех встречных чем-нибудь новым и интересным. Они могут мне указать на мои ошибки, могут меня поправить и продвинуть. Понятно, что настоящая мудрость, она обязана быть связана со смирением, с тем, чтобы я мог впитывать как губка от окружающих, а не только грудь колесом напыщена собственной важности чуть-чуть там вещать. Да, то есть действительно невозможно принципиально по иудаизму достичь мудрости, а тем более мудрости связаны со святостью. У нас-то в любом случае любая мудрость связана со святостью, без смирения. Но дальше это еще интересно. И для сохранения смирения, для него проникновения во все уголки души необходимо качество мужества. Да. Для меня Раф нам здесь подмигивает. Потому что, как это, в моих простых воззрениях, очень часто смиренный, это такая тряпка, которую все могут выдирать ноги. А по-настоящему это совсем не то. И вот это то, что нам Раф говорит здесь в том числе. Для удержания смирения нам на самом-то деле нужно настоящее мужество. Нам нужна гвура, как это на ибрите, да, правильно? Хвата гвура, друшай. Нам нужно мужество, гвура. То есть, это свойство души. Противоположное быть тряпкой. Чтобы об тебя все вытирали ноги. То есть, наоборот, чтобы держать действительно настоящее смирение, его поддерживать, нам действительно нужна сила души, которая называется мужеством. И это, как говорится, новый взгляд. Даже если мы не поняли весь наш отрывок, это важное очень понимание, которое мы можем сейчас себе забрать. Что для сохранения смирения, для его проникновения во все уголки души необходимо качество мужества. Это очень важно. И теперь возвращаясь к почету. А внешний почет, идущий от общества, укрепляет основу мужества. Да, то есть, а мужество нам нужно для того, чтобы усилить и сохранить смирение. И поэтому внешний почет, идущий от общества, это хорошо, как мы сказали в начале, но было непонятно почему. А сейчас стало чуть больше понятно. Теперь, внешний почет, идущий от общества, укрепляет основу мужества, чтобы оно могло выйти в ясности своей чистоты. После того, как чистится от нечистоты гордыни. Итак, понятно, что нам в обязательном порядке нужно сперва очиститься от нечистоты гордыни. Но тогда, как бы, да, как вот мы представляем себе, человек, который очистился от нечистоты гордыни. Тут внешний почет для него не будет стоить совсем ничего. Арав, который, в общем-то, там находится, да, он говорит, неверно. Для человека, который очистился по-настоящему от нечистоты гордыни, внешний почет будет, наоборот, важен. Он будет укреплять его мужество, давать ему силу. Эта сила будет укреплять его смирение. И он сможет удостоиться мужества. И, конечно, сделать шум, да, продвигаться вперед, ради всего этого. Из-за всего этого. Еще раз, да, я давайте скажу. Я не уверен, что я правильно до конца понимаю этот отрывок. Но, по крайней мере, даже если мы признаем, что я не понимаю до конца, то, по крайней мере, есть тут очень-очень интересный ход мысли у РАВа, который нам дает возможность чего-то интересного получить для себя. Значит, до того, как мы сейчас вернемся к этому отрывку еще раз, его уже будем разбирать повторно, подробно, как мы любим, я хочу остановиться и, как всегда, дать вам слово, какие у вас идеи и предложения, какие у вас мысли вызвал наш отрывок. У меня, как всегда, есть идеи. Или кто-то хотел еще сказать. А, здравствуйте. Кто успел, тот и съел. Я хочу сказать, что вот общественное почитание, оно же постепенно нарастает, правильно? Оно же не сразу дается. Оно указывает на то, что человек шел верным путем. И чем более он почитаем, чем больше к нему людей идет, тем вернее избранный им путь. Если возгордиться, то перестаешь замечать собственные недостатки. Вот для этого нужно мужество, для осознания своих недостатков. Посмотреть на себя, посмотреть на людей, на их реакции, потому что общение вместе с почитанием тоже нарастает. И суд там приходит, потому что у тебя просят совета, а это тоже рассудить что-то. То есть, соответственно, свои недостатки нужно иметь мужество их увидеть и пытаться заниматься их дальнейшим исправлением. Несмотря на то, что вот люди тебя почитают. Я думаю, вот об этом речь. Спасибо большое, Виктория. Очень хорошо. Да. Да, я хочу сказать, что, если честно, я ничего не поняла. Абсолютно откровенно, просто положа руку на сердце, я говорю, что я ничего не поняла. У меня вопрос чисто по тексту, по пониманию. Значит, то, что второе предложение начинается со слова «ам нам», это как бы однако. То есть, и можно предположить, что есть какое-то противоречие между первым предложением и вторым. То есть, второе как бы оспаривает то, что утверждается в первом. А вот, собственно говоря, в чем эта разница? Да, это первое. А второе, как понимать выражение «Легахлиш эдга даат». То есть, что это «халша даато», это, я так понимаю, что человек впадает в грусть какую-то, или что это такое? Сейчас попробую, давайте. Ну, во-первых, я с вами согласен. Для начала. Потому что я тоже не уверен, что я понимаю, о чем здесь идет речь. Так что здесь мы равны. А после этого давайте попытаемся ответить на ваши вопросы. Сейчас. А, ну, конечно. А нам идет. Важность не должна ослабить, да, наш взгляд на себя. А, да, должна привести нас, а, да, должна разбудить в нас вместо этого смирение. А как важность может ослабить взгляд человека на себя? Не взгляд на себя, а взгляд на себя, который концентруется на том, что я от себя требую. Если меня тут уважают, то я от себя уже все затребовал, не нужно себя уже много требовать, я и так уважаю на меня, тут это самое, я... Он не должен сказать... Как бы он не должен забросить требования от себя. Понятно, так это вообще основа всей чувы, которая избавляет и человека, и весь мир. А что должна сделать? Вот это внешнее уважение, внешнее, как бы, это самое, именно пробудить в человеке наоборот качество смирения. Так что спасибо вам за ваш вопрос, мы лучше поняли вот эту связь. Ну, то есть это не противоречие, а как бы не должна то, но должна это. То есть, в принципе, это в одном направлении, первое и второе, да? Да, так я понимаю. То есть он как бы не должен отстать от себя и перестать от себя требовать, а наоборот, наоборот, должен проявить скромность. Да, да. И смотрите, мне кажется, у меня есть дигнальство по тексту. Те же самые слова распользуются. И на цариха, он нам царихаи. Ага, ага, да. Она не должна, однако она должна, да? То есть, вот здесь это идет связь. Она не должна делать это, а должна делать то. Если у вас был вопрос. Ну, собственно, мы уже как-то более-менее... Ну, что такое легохлиш? Это да, да. Вот смысл выражения просто. Прекрати... Ну, не так важно в данном случае. Это в смысле... Ну, наверное, да, действительно, не так важно. То есть расслабиться как-то. Человек не должен расслабиться и прекратить требовать от себя, да? Да. Но я все равно не понимаю, каким образом вот этот внешний почет вот может способствовать развитию мужества. Не понимаю. Сейчас. Вот Виктория правильно сказала, я полностью с этим согласна, что мужество нужно для того, чтобы бесстрашно войти во все тайники своей души и признать, увидеть, как бы осознать все свои недостатки. Это понятно. А вот как этому может помочь почитание? Я не знаю, потому что не очень согласна с идеей, что если человека все уважают и почитают, то это непременно обозначает, что он на правильном пути. Иногда человек просто может быть такой харизматичный сам по себе, что даже если он пойдет совершенно криво, в косе в кривь, то люди все равно за ним пойдут, просто за его личностью. И в таком случае это ничего не доказывает. Я думаю, давайте попробуем так. Я согласен и с вами, и с Викторией. Мне кажется, даже между вами нет принципиального спора. Мне кажется, тоже понятно, что Виктория говорит, что в том случае, когда эта важность, она основана на реальных каких-то вещах, а не на выдуманных. окей, значит, давайте попробуем это разобрать. Как вот мы здесь мужество представим? Сейчас. Это в какой-то, в каком-то смысле, это, ну тут есть как бы, сейчас я попытаюсь просто слова облететь, у нас есть две противоположные вещи. С одной стороны, мы говорим про смирение, да, то есть это возможность признания того, что я не прав к простому, да, ну в том числе, да. А с другой стороны, мужество, которое это подпирает с другой противоположной стороны, для меня кажется, мужество это та душевная сила, которая заставляет меня, что называется, не сдаваться без боя. у меня есть что-то сказать, у меня есть какая-то идея, у меня есть какой-то путь, я от него не забрасываю, потому что кто-то считает, что это неверно. Теперь у человека, у которого нет сильного внутреннего стержня, он может прогнуться как бы, да, без боя, теперь, скромность дает мне возможность изменить мое мнение, ну, после боя. Не просто так, от любого ветра, вот это вот, это вот, спасибо, кстати, вам, идея, мужество и смирение начинают проясняться, да, как бы, в чем, в чем разница, да, почему мы считаем, что человек смиренный, это тряпка, потому что и ты прав, и ты прав, и ты прав, и ни с кем не спорит. Это, видимо, не наша ситуация. Какая наша ситуация? Это, видимо, такая. Я согласен изменить свое мнение. Это смирение. Принципиальное согласие – я мог быть не прав, я согласен изменить свое мнение. Это смирение. Однако у меня должно быть внутреннее стержень, у меня должно быть мужество, которое, что мне говорить? Я не согласен менять свое мнение просто так. Потому что кому-то оно не понравилось. И это мужество. Теперь, вот это вот мужество, вот этот вот внутренний стержень, он может усилиться от внешнего почитания. А, меня почитают. Значит, есть у меня что-то. И понятно, после очистки этого качества, этого чувства, да, от нечистоты гордыни, мы получаем вот это вот хорошее равновесие, смирение и мужество, которые работают друг с другом. С одной стороны, убедите меня, и я готов изменить свое мнение на противоположное. С другой стороны, я не готов менять свое мнение просто так, потому что вы важны, потому что вы громко на меня крикнули, потому что вас много. И так далее. И вот так давайте. Вот как вы? Хорошо, спасибо. Как вам мое предложение? Это как бы все-таки предложение, я не… Да, 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 звучит вообще, да, я подумаю. Смотрите, тогда получается, что это почитание действительно может двоякую такую вызвать… Ну, как бы вопрос, что оно поддерживает, да, на что оно направлено. То есть если оно поддерживает в человеке то, что нужно, да, то есть оно может поддержать в человеке какую-то вот действительно здоровую основу, да, то есть какой-то стержень, а может поддержать в нем эго в плохом смысле слова, то есть… Ну, то есть, короче, это уже работа человека, да, потому что бы отделить одно от другого. Именно это инструмент. Соответственно, чтобы из этого получить пользу, мне нужно сперва разобраться со своей гайвой, со своей гордыней, и тогда это мнение будет неважно, как нам кажется неправильным. А мы из этого сможем извлечь пользу. И для нас, и для общества, и для всего, да. И это будет источник мужества нашего, вместо того, чтобы подпитывать нашу гордыню. Поэтому так это, видимо, работает. Общественное… Это самое общественное… Как-то… Общественное… Внешнее… Да. Он либо подпитывает гордыню, либо он подпитывает внутренний стержень. А этот внутренний стержень, когда он уже без гордыни, он очень правильный, потому что идет смысл… Он… Он сохраняет у человека это смирение, которое, как мы сказали, идет вместе. С одной стороны, я не отказываюсь от своих идей просто так. С другой стороны, я готов от них отказаться. Если вы меня переубедите, да, то эта вот смычка, она очень здоровая. Смирение и мужество получается. Это нам говорит даже, что… Да. Для поддержания смирения нам нужно мужество, потому что смирение тоже может быть неправильным, оно может превратиться элементарно, да, в ту самую тряпку, в которой все вытирают ноги. И, кстати, вот здесь у нас, конечно, пример наш… Ну, пророк Моисей, который назван в Торе самым смиренным, но с другой стороны, как если мы тут… Как это? По простому прочтению Торы, мы видим, что тряпка… Вот кем и не было, это тряпка. Соответственно, Рав нам правильно расставляет вот эти вот человеческие качества, мужество, смирение, тшува, да, гордыня, внешний почет. Все по местам очень так хорошо и ты. Но, в любом случае, спасибо огромное, Шериль, потому что без ваших вопросов наш рог, я думаю, потерял бы, ну, три четверти. Ну, спасибо. Вот, то есть, получается, в общем-то, Рав что делает? Он берет какие-то аспекты, какие-то качества и, можно сказать, очищает их от клипы, да? То есть, люди обычно видят в почитании только внешнюю клипу, только какие-то вот проявления тщеславия, там, поддержание этого тщеславия в людях и так далее, да? А есть какая-то здоровая основа, и вот он ее выявляет, очищает от шелухи, и получается, что это очень полезная вещь. Так вот, если вы два слова. Для меня это очень большой хидуш, как бы, вау! Да, то есть, вот это вот внешнее почитание, то есть, и с конца мы видим, что это понимание, видимо, верное. Потому что из начала, секундочку, да, вот, в начале, да, вот, да, сказано, важность святости человека в глазах других, может быть, не до конца понятно, о чем идет речь, но когда в конце, а внешний почет, идущий от общества, это тоже, что? Да. Да, давайте посмотрим это же на иврите. Хорошо, спасибо. То есть, что Радам бенея бреет, и в конце в Эадарах и Цуния бами тохах евра, то есть, в конце, это, кстати, это, кстати, вообще очень часто у Раба, что вначале он говорит менее понятно, очень часто намеками, а потом он дается свои намеки, он уже, как сказать, раздевает и говорит более и более прямо, потом намеки становятся более грубыми, а потом он уже начинает говорить просто прямым текстом. это очень часто просто вот его тексты Раба идут таким образом, особенно если они длинные, то есть он коротенький отрывочек. В длинных текстах ты сперва вообще ничего не понимаешь, какие-то такие очень тонкие намеки, а потом, проучившись до конца, ты разматываешь и ты понимаешь, а, он это говорил еще в самом начале, но очень-очень так слабенько так, очень аккуратненько, и потом он, продвигаясь в тексте, он это проходит еще раз и еще раз по тем же идеям, уже раскрывая более простым и более четким и однозначным языком у нас здесь тоже. Да, да, то, что вы сказали о том, что внешний почет, который мы привыкли ему говорить фу-фу-фу, из-изи, да, вам говорит, это хорошая штука. Понятно, для действительно человек, который достоин этого почета и так далее, после того, как он очистился от нечистоты, гордыни и так далее и тому подобное. но принципиально это неплохая вещь, которую стоит избегать, которую стоит отрицать и которая то есть хорошая. И это действительно подход раба. То есть, может быть, действительно, если я не очистился от гордыни, если мне чешет вот так вот это самое там, моё эго, может быть, действительно, стоит избегать. Но даже если это так, то вот это избегание, это показание моей низкой ступени, и это показывает то, что бедееве, потому что временный этап, нормальный этап, что уважаемый человек, он нужно уважать, это нормально. И даже этому уважаемому человеку это приносит пользу. Это, конечно, хедуш, это абсолютно новый, ужасно интересный подход, воззрение. Ой, Натан, можно еще слово? Я просто сейчас подглядела один комментарий на этот отрывок, и там объясняется это предложение немножко иначе. Там говорится, что человек может считать, что скромность это очень хорошо, стремится к скромности, и поэтому если его все люди почитают, он специально снижает требования к себе, для того, чтобы люди ну как-то его не почитали, и чтобы не впасть в гордыню. А этого делать не нужно, потому что есть другие способы борьбы с гордыней. Вот, просто захотела озвучить. Дайте мне подумать, интересно. Дайте мне подумать. Еще раз, еще раз. Почему человек должен начать от себя требовать меньше, с тем, чтобы люди прекратили его почитать? Ну да, чтобы люди прекратили его почитать. Прошу прощения. Мне не кажется, меня это не убеждает. Мне кажется, что это простое понимание. То есть не до конца понятна вся связка и вся спайка всех предложений, каждого в последующем, и всего этого в одно целое. Это я как бы, я не могу предложить вот такое четкого монолитного понимания всего, но то, что вы предложили в данном случае, как-то вот мне лично не очень кажется. Ну, ладно, спасибо. Окей, хорошо. У кого-то что-то есть еще сказать по нашему тексту? Хорошо. Тогда возьмем следующий отрывок общих дел. Я его не туда приклеил. Ничего страшного. Это перевод-отрывка шестого, я его приклеил почему-то после седьмого. Вы меня простите. давайте тогда попытаемся через несколько минут. Давайте, значит, тогда в следующий отрывок возьмем шестой. Или вы считаете, что не нужно два отрывка. Это самое на один урок. Возьмем еще один отрывок? Да, давайте возьмем, пожалуйста. Тоже, быстренько прочитаем иврит и русский. Возьмем еще один отрывок. аниме и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Двигает меня к тому чтобы я начал исправлять себя и свои дела и свой темперамент и начал приводить себя в соответствие к этому своему желанию о близости к Богу Разве основа выше Чувы? Это не основа Торы во всей широтее и корнее ветвей то есть центральная идея Торы что она хочет вообще Тора рассказать? это про высшую Чуву по крайней мере одна из это прилепление и получение удовольствия от близости к Богу это основная или одна из основных идеи которая Торнел хочет нам сообщить ну теперь очередной большой очередная вещь которая опять нам все переворачивает с ног на голову и если человек полагает что нищая Чува пока недоступна ему во всей своей полноте пусть он устремится к высшей Чуве потому что высшая Чува она не вторым этажом а первым на фундамент это то ради чего я делаю сейчас свою нищую Чуву я не могу сделать нищую Чуву это не значит что ну 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 нельзя сейчас заниматься можно более того нужно у человека у человека теперь вот сейчас я не могу сделать Чуву почему не важно почему это мнение человека человек полагает что нищая Чува пока недоступна ему мы не спорим с мнением человека человек считает что недоступна мы не говорим нет чего это это противоречит основу веры что в любом состоянии ты можешь делать Чуву и эта идея Урала встречается не раз мы уже встречали это не раз и не два человек считает что он где то у него есть дорога закрыта дверь закрыта он не может мы не должны спорить мы идем с ним мы идем с собой давай делать то что ты считаешь что может то что не считает что что считаешь что нельзя оставила если человек полагает что нищая Чува пока недоступна ему со всей своей полноте во всей своей полноте пусть она стремится к высшей Чуве опять таки это полностью противоречит нашему естественному неестественному пониманию ну как бы вот первому взгляду да вот наши тесные порывы что это да противоречит что это неверно что нельзя заниматься а говорить можно нужно пусть он стремится к высшей Чуве и почет в конце концов придет имеется ввиду почет в конце концов придет что он в конце концов сможет приобрести не только высшую но и низшую как он хотел и все будет в порядке почему так в своем внутреннем желании он стремится к следующему обид Чувы когда он стремится к высшей понятно он хочет и нишу не то что он не хочет делать Чуву он хочет но в данный момент он не может мы уважительно относимся к мнению человека что он не может сейчас делать Чуву и со временем высшая Чува также приведет его к низшей Чуве которая есть сейчас нам более широко объясняет что такое это самая низшая Чува которая святость отдельных деяний святость телесной природы чистота темперамента и возвышение природных свойств и сердце его и плоть его будут ликовать к живому Богу но все-таки мне кажется завершение этого отрывка это уже не низшая Чува а высшая Чува вместе с низшей Чувой и со временем высшая Чува также приведет его к низшей Чуве которая есть та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та перечислили что есть высшая Чува и теперь и та Чува и другая Чува и сердце его и плоть его будут ликовать живому Богу то есть это уже не часть определения низшей Чувы это уже что у нас произойдет после того как высшая Чува поможет нам с низшей и сердце и плоть будут ликовать живому Богу это то что к чему мы стремились изначально высшая Чува и то что мы сделали посредине высшая Чува ну к концу мы добавили и низшей Чува ну как-то так ну и теперь как всегда я хочу передать микрофон вам пожалуйста как у вас отозвался от этого ну спасибо очень отозвался как руководство где есть твое можно так сказать только остается понять еще что такое высшая Чува здесь есть определение нету я вижу что это определение да но еще надо понять что вот ну как бы это ну то я так понимаю что высшая Чува она такая более духовная и интеллектуальная правильно более духовная интеллектуальная низшая она направлена уже на какие-то более низкие просто уровни ну как бы уровни из которых состоит человек там эмоции темперамент поступки ну физический уровень даже вот как целесная природа это целесная природа духовная в том числе мне кажется слово духовное здесь не совсем в месту духовное может быть некорректное слово действительно да но я не знаю как сказать вот есть интеллектуальная это ликовать к живому Богу на иврите давайте возьмем в начале в начале он говорит ну амхашем да понимание понимание Бога не только ликовать понимание Бога все таки это интеллектуальный больше аспект да это все таки упор на постижение на понимание но это высший интеллект это не низший интеллект не низший интеллект на наука там вот ум и так далее это высшее постижение немножко выше чем простой мудрость как бы в низшем простом понимании ну да я так рад с вами встречаться большое спасибо всем спасибо вы хотите что-то еще сказать или мы прервемся на этом я могу сказать что естественно ну я совершенно согласна потому что без чистого хорошего стремления к Богу ты не будешь пытаться привести свое тело там и так далее в порядок в первую очередь должно быть это чтобы все таки направление было задано правильно чтобы не уйти так сказать в то же самое идолопотлонство поэтому я считаю что конечно высшая чува она должна первенить отлично здорово вам это все как-то просто мне это полностью переворачивает мои принципиальные представления ну большое спасибо просто я извиняюсь у меня уже вышло время мое я немножко опоздал но прервемся на этом большое спасибо Виктория и Ширель добрый вечер и мы встретимся через 2 недели всем всего славы и лучшего до свидания и с наступающим наступишь вас скоро всего на лучшего до свидания до свидания спасибо